Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова. Сегодня будет интересное видео. Я очень хочу поделиться с вами информацией, которую я получила и раскопала. Заранее прошу прощения за все неточности. Я напишу, если кому-то важны все детали, специально внизу в описании все точные цифры. Но сегодня я хочу рассказать вам о том, что происходит сейчас на нашей планете. Потому что я уже неоднократно говорила о том, что мы, конечно, можем считать, что то, как мы продаем, умеем выстраивать маркетинг и нанимать людей, вот от этого зависит наш успех в жизни. Но мы не должны забывать о ключевом, о том, что мы все дети Вселенной, и Вселенная, конечно же, это все, в общем-то, наше мировоззнание. И она однозначно имеет фантастические силы. Весь тот мир, в котором мы живем, все природные катаклизмы, которые происходят, и вообще вся природа, и мы с вами. Родители нас родили, но все мы прекрасно понимаем, что за этим всем стоит какая-то большая, огромная сила. И сегодня я хочу поделиться с вами информацией, которая объясняет, собственно, происходящее. Происходящее, что происходит сейчас с планетой, что происходит с нами. Почему мы себя сейчас чувствуем так, как мы чувствуем, и почему так сильно меняются люди, и все говорят об этих изменениях. Я надеюсь, что вам это будет интересно. Итак, начнем с главного момента. Вытащим затычки из ушей, а то мне некомфортно. Я пишусь на микрофон. Начнем с главного момента. Научно доказанный факт, если вы немножко учили физику, что наша Земля генерирует на определенной частоте. Я не буду вам умничать и рассказывать, в каком году это было открыто, но это было в 1950, по-моему, каком-то году, когда было выявлено, что наша Земля генерирует на определенной частоте, если я не ошибаюсь, она равна 7,83 Гц. Это частота колебаний Земли. То есть есть момент резонанса, какие-то колебания, которые происходят энергетически. И вот наша Земля на этой частоте находилась. 7,83 Гц. Это происходило тысячелетиями. Она была на этой частоте. Давайте представим себе, что есть радиостанция, которая есть на определенной частоте. Она была настолько точной, что военные настраивали свои рации, свои радиоприемники, ориентируясь на эту частоту. То есть представьте себе, насколько это было круто. И вот в какой-то момент это было зафиксировано. Это был какой-то физик Шуман, и называется это поэтому частота резонанс Шумана. Эта величина была постоянная. В какой-то момент выявили, что человеческий мозг, а мы с вами тоже, как вы понимаете, такие электромагнитные товарищи, он тоже колеблется на этой частоте. То есть мы резонируем вместе с Землей. Находимся на одной частоте. И если мы реально находимся на этой частоте, мы себя прекрасно чувствуем, замечательно. Потому что у человека, если вы чуть-чуть изучали, сейчас будет совсем страшно, у нас есть с вами несколько уровней. Уровень бета, на котором мы находимся с вами постоянно. Это уровень бодрствования, уровень нашего сознания. Уровень альфа, где мы бываем с вами, когда мы засыпаем и просыпаемся. Когда замедляются наши частоты, мы такие в полудреме. И это как раз тот момент, когда мы медитируем. Если вы занимаетесь медитациями, то вы находитесь там. Потом идет уровень тета и так далее. Уровень гамма. В общем, если немножко изучали, то в курсе. Но сейчас суть не в этом. Суть в том, что мы находились в резонансе с Землей, и все было ок. И тут, значит, эта частота не менялась. И тут в какой-то момент, по-моему, там в 97-м году, где-то приближаясь к 2000-м, вдруг частота, а ее, как вы понимаете, регулярно замеряют физики, товарищи, она начала изменяться. И она прыгнула на пару герц. То есть стали колебания более заметными. Это, конечно, очень сильно всех удивило. Потому что, ну, представьте, тысячелетиями ничего не меняется, и тут раз, что-то вдруг изменилось. Но, как оказалось, это было самое начало. Потому что, начиная с 2000-го года, начала эта частота расти. Я оставлю внизу диаграмму, просто не хочу сейчас называть эти цифры. Она начала расти. Но мы помним первую цифру, 7 с чем-то там. И представьте себе, что она начала подниматься, подниматься, и в течение 14 лет она выросла более чем в 2 раза. То есть она там стала не 7 с чем-то, а порядка 16 с чем-то. И представьте себе, что в этом году, в 2020 году, было зафиксировано, и зафиксировано это происходит по сей день, что частота выросла до 36 герц. До 36. То есть Земля начала активное обновление. Стоит ли говорить, что наш мозг с вами, он подстраивается под эти частоты, но далеко не так быстро и далеко не у всех. И, соответственно, остались люди низкочастотные, как раньше, и остались люди высокочастотные. За счет этого мы стали видеть, что очень у многих людей, обратите внимание, начинается момент такого пробуждения, когда вдруг начинают волновать вопросы, которые ранее никогда не волновали. Кто я, что я, что я полезного могу сделать? Люди пробуждаются. Сейчас происходит фантастический такой период, когда Земля обновляется. Посмотрите, сколько за последнее время было ураганов. Посмотрите, сколько было природных катаклизмов. Что происходит на самом деле сейчас с этой пандемией? Сейчас происходит зачистка низкочастотных людей. Потому что низкочастотные люди – это люди, которые все время живут в состоянии страха, в состоянии депрессии, в состоянии «все плохо», в состоянии тяжести постоянной. Это люди, которые имеют тяжелые хронические заболевания. И низкочастотные люди, когда частота Земли настолько повышается, просто не могут с ней резонировать. И, соответственно, происходит зачистка. Что происходит с высокочастотными людьми? Наоборот, приходит активация, приходят какие-то позитивные мысли, изменения, энергия, силы. Ты вдруг понимаешь, что даже как-то неудобно становится, что вроде бы как все, какая-то панадемия, кто-то умирает, вроде бы все плохо, а у тебя идет приток сил. Ты понимаешь, что ты сейчас себя начинаешь как-то особенно чувствовать. У тебя начинают, знаете, как в руку идти. Как говорится часто, сон в руку. Вот у тебя период начинает идти в руку. И ты понимаешь, что ты сейчас чувствуешь себя как-то по-особенному классно. Поэтому на самом деле сейчас не происходит ничего необычного. Сейчас Вселенная нас просто будет. И у нас происходит такая перезагрузка. Я эту информацию уже слышала не от одного источника, которые занимаются именно непосредственным изучением энергии и так далее, и так далее, и так далее. Но это происходит. Что нам делать? Для чего я даю вам эту информацию? Каким образом нам перестроиться на те частоты, которые нам необходимы? И каким образом мы можем начать получать с этого какую-то максимальную пользу? Как мы можем это использовать? Для того, чтобы наш мозг мог перестроиться, самое активное, что мы можем делать, это медитировать. Именно в состоянии медитации наш мозг подстраивается под новую реальность и начинает делать свои колебания на той частоте, на которой сейчас вибрирует Земля. Мы таким образом перестраиваемся. Я понимаю, что если вам вообще это неинтересно, выбросите, выключите это видео. Но если есть люди, а они точно есть, которые сейчас понимают, о чем я говорю, то, пожалуйста, услышьте это. Мне, честно говоря, самой было очень интересно, откуда вдруг у меня начался такой порыв. Я много лет медитирую, но тут у меня прям, знаете, начался порыв нести это в массы. У меня непонятно, откуда началось такое сильное желание не то что отойти от бизнеса, а больше уделять внимание подсознательным моментам, работы с этим. Потому что я вдруг почувствовала, что в этом таятся колоссальные силы, колоссальные ресурсы, которые люди не используют. И медитация – это прямая возможность сегодня вас почему тянет туда? Резонировать с происходящим и чувствовать себя в состоянии медитации гораздо круче. Что прикольного сейчас происходит? Я сейчас, как вы знаете, провожу рерайтер жизни, свой марафон по трансформации жизни. И там каким-то образом вдруг начали появляться медитации. Почему каким-то образом? Потому что я изначально не планировала. Суть марафона такова, что мы пишем книгу о своей жизни, мы пишем все свои желания по определенной технологии в контексте художественного романа. И тут вдруг я решила добавить визуализации, которые плавно превратились в медитации, потому что у меня достаточно богатый опыт в этом. Я занимаюсь медитациями, чтобы не соврать, с 2009 года. И после того, когда мы начали делать эти медитации, мы их делаем через день, много людей мне стали писать, что «Воля, это же даже круче, у нас порядка 150 участников, Воля, это же круче, чем даже книгу писать». Типа после медитации приходят вообще совершенно другие образы, другое понимание, другие вскрытия, открытия. И это еще один показатель, почему сейчас у людей это так сильно резонирует. Поэтому если вам сейчас вот это как-то зашло, покопайте эту информацию ближе. В субботу, в эту, вот когда я выпускаю это видео, я буду проводить открытую медитацию накануне Пасхи, медитацию прощения. В прошлые выходные мы провели медитацию по встрече со своим ребенком внутренним, и оказалось, что это было очень сильно интересно. Сейчас я вас приглашаю, если вы хотите, это бесплатно, ничего платить не надо, приходите, попробуйте посмотреть, насколько вам комфортно или некомфортно в этом состоянии. И помните, что эволюционировать сейчас придется. В противном случае Земля, Вселенная найдет возможности либо вас заставить, либо с вами попрощаться. Это, конечно, страшненько звучит, но обратите внимание на происходящее. Мы не зря заперты дома, и вы не зря сейчас смотрите это видео, вот точно вам говорю. Я вам желаю замечательного дня, я вам желаю, чтобы к вам приходили какие-то классные осознания. Я очень хочу, напишите мне в директ, пожалуйста, вот не тут в комментариях. Если кто-то сейчас посмотрел, и вот вас просто это включило, и вы вдруг поняли, что происходит с вами, почему вы весь зачесались в хорошем смысле и хотите, и готовы меняться, и чувствуете потребность сейчас в познании себя, вот вдруг такое с вами произошло, Ребята, это офигенненько. Всем остальным, простите, что заняла ваше время, пойдите подуйте пузырить. Все, люблю вас, пупсики, поставьте, пожалуйста, лайк, помогайте моим видео, чтобы их смотрело как можно большее количество людей. Ссылку для медитации, если вы хотите участвовать, оставлю внизу. Если вы регистрировались на прошлую медитацию, не надо по этой ссылке переходить, мы и так пришлем вам ссылочку на эту медитацию. Все, всем хорошего дня.